Анна Белых приехала на конференцию из Сыктывдинского района. Её двоюродный дед, служитель культа, как было написано в анкете из села Часова, Стефан Ермулин, был расстрелян 80 лет назад. Вместе с ним в этот день, 15 сентября, погибли ещё 13 священнослужителей и мирян. По сфабрикованному НКВД делу так называемой священной дружины, группы сельных, которая не хотела отказываться от веры. Я в руках своими предками, кто-нибудь такие принципиальные. Есть удовольствие, уважение, чувство уважения, воспитать свои дети в своих днуках. Теперь имена и святого Стефана Ермолина, и ещё 23 священнослужителей увековечены в книге «Новомученики и исповедники в земле коми просиявшие». Издана она при поддержке Сыктывкарской епархии. В основу легли материалы, собранные историком Михаилом Рогачёвым. Здесь было 22 лагеря в разные годы. 22 такого нигде не было. И в эти лагеря, как раз начиная с начала 30-х годов, буквально потоком со всей России пошло православное духовенство. Повторяю, мы сейчас даже имя всех помянут не можем. Но не нашли мы эти имена. Многие из них просто пропали здесь. Пока воссозданы биографии 57 православных служителей, погибших в годы репрессий. Все они реабилитированы посмертно. В том числе и епископ Герман Ряшенцев, расстрелянный по делу священной дружины. В 2001 году его причислили к лику святых. На конференцию из Москвы приехала его правнучка. Она приняла участие и в освящении памятного креста на месте захоронения останков всех 13 священномучеников на Тиндюковском кладбище. Очень ответственно, очень внутри какая-то большая ответственность от того, что в роду есть такой святой. И, конечно, большая радость. И очень радостно, что сейчас поставлен крест жертвам священной дружины, этому владыке Герману. То, что здесь все обустроено. И вообще потрясающе радостно обрести эту могилу и знать, что можно приехать и поклониться. Останки святых, по словам владыки Петерима, будут перезахоронены в Кочпане возле свято-казанского храма, чтобы поклониться им смогло большее число верующих. Из истории надо выносить уроки, чтобы больше это никогда не повторялось. В следующем году благотворительный фонд покаяния приступит к подготовке справочника «Репрессированное православное духовенство. Монашествующие миряне в коме-крае». В нем будут собраны и биографии тех, кого однажды сослали к нам из других регионов. По предварительным данным, это более 800 имен. Наталья Литкевич, телеканал «Юрган».